Приветствую вас, и начать, пожалуй, стоит с конца, сказать вам о том, что нет психических заболеваний у вас нет, то, что происходит с вами, с точки зрения психологии, то, что происходит с вами совершенно нормально. Значит, с точки зрения психиатрии, я думаю, вообще никаких проблем нет, потому что симптоматика, которую вы описываете, не является вообще сферой именно психиатрии. Это психологический конфликт, психологическая симптоматика, которая свидетельствует о том, что у вас недостаток, значит, как это, прошу прощения в астологию, недостаточная самодостаточность. Это означает, что вы не обладаете недостаточностью, и вам для проявления себя, для проявления своего собственного «я», нужны другие люди. Только во взаимодействии с ними вы проявляете себя, и вы очень зависите от них. Это следствие неуверенности в себе, следствие потребностей в людях, следствие того, что вы нуждаетесь в людях для того, чтобы ощущать себя, связанное с миром. А в одиночестве вы находиться совершенно не можете. И это, на самом деле, следствие комплекс, комплекс, который представляет собой неуверенность в себе. Либо вы чувствуете себя хуже других, либо вы ощущаете, что без других людей вы никто, вы ничто, вы ничего не можете. И то, и другое, в любом случае, очень плохо, потому что для равноправных, полноценных и сильных отношений, нужно все-таки, чтобы вы выступали как полноценный партнер, а не как всезависимый человек. И пока вы будете зависеть так, ну, скорее всего, люди не будут вас ценить. И потому нужно смотреть, вот в какую сторону. Я бы сказал так, что вы сейчас живете, развиваетесь как социальный индивид. То есть ячейка социального круга. Вы часть социальной системы, социума, и вы в этом социуме живете. А чтобы стать независимой от людей, чтобы стать самостоятельной, нужно обрисовать для себя свои собственные культурные ценности. Свои собственные моральные нормы, которые не то, чтобы вступали в борьбу с общественными, нет. Но которые являлись бы чисто вашим. И вот это чисто ваше вам и нужно развивать. Вам нужно смотреть на то, что принадлежит только вам. Что касается только вас. И что не имеет никакого отношения к другим людям. Это интересы, ценности, цели и задачи. И те цели, которые нужны вам, лично вам, необходимы достигать. Разбивая их на задачи и выполняя эти задачи. Но тщательно фильтруя, для чего и для кого вы это делаете. Если вы делаете это для себя, то это хорошо. Если вы делаете это для других, то это плохо. Потому что получается, что вы живете для других, а не для себя. А значит, никогда не сможете стать востребованным человеком. И причина такого поведения, поведения, что вы нуждаетесь в людях, что вы постоянно ведете с ними диалог, что вы зависите от них, кроется в детстве. В отношении с родителями. Возможно, ваши родители говорили вам о том, что без других людей вы пропадете. Что сами вы жить не сможете. Что в одиночку человек обречен на смерть, на деградацию, на аутсайдерство. И это так, отчасти. Но отчасти и неправда. Человек, существо социальное, это факт. И развивается он только в общении, это тоже факт. Но развитие возможно лишь тогда, когда человек делает это в первую очередь для себя. Мы начинаем общаться с другими людьми потому, что нам это интересно, потому что нам это нужно. И если мы нуждаемся в других людях постоянно, то мы от них зависимы. Зависимость есть в слабость, а слабости могут воспользоваться и ею манипулировать и шантажировать, что еще хуже. И вот именно в этом кроется опасность такой зависимости, опасность такой слабости. И от нее нужно избавляться. Каким образом, в принципе, я уже вам рассказал. На внешнем направлении, это вот переосмысление, выделение, осознание своих собственных ценностей, целей, своих собственных желаний. Направлено их на удовлетворение своих потребностей, именно своих потребностей того, что нужно вам. Соответственно, если вы этого не осознаете, вам это можно помочь. Определить ваши потребности, поговорить об этом, выявить их. После того, как потребности будут выявлены, нужно будет оформить их в желание. То есть придать потребностям предметность. Ну, по аналогии, например, вы хотите есть, и голод есть потребность в пище. А желание это съесть сыр. Вот съесть сыр есть о предмечивании потребности в данном случае. Вот именно так вам и нужно поступать. Когда определимся с желаниями, соответственно, будем ставить цели по достижению этих желаний, по осуществлению их. А цели для удобства, оперативности и мобильности будем развивать на задачи. И именно так вы обретете самодостаточность, независимость от других людей. И по отношению к ним будете выступать, как полноправный партнер. Субъект, равный им, а не находящийся ниже. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи.